Томские предприятия одни из наиболее активных и надежных партнеров Газпрома, работающих в рамках программы импортозамещения. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правления газовой компании Виталий Маркелов. В рамках рабочего визита он посетил ряд предприятий, которые поставляют Газпрому высокотехнологичную продукцию. И родилось это сотрудничество не на пустом месте. Четыре года назад между главой региона Сергеем Жвачкиным и руководителем газового холдинга Алексеем Миллером было подписано соответствующее соглашение. Стороны договорились расширить сотрудничество. Ну а что из этого вышло, расскажет Александр Стучебров. Вот этот блокбокс сделан как раз под габариты и потребования. Подвижной пункт управления с узлом связи и цифровые радиорелейные станции. Без современных систем коммуникации строительство газопроводов сегодня немыслимо. Высокотехнологичную продукцию, которая обеспечивает пять видов связи, выпускает научно-производственная фирма Микран. Томская техника успешно замещает импортные аналоги из Японии, Швеции и Израиля, которыми раньше пользовались газовики. По заказу «Газпрома» работает и Томский электромеханический завод. Здесь выпускает оборудование, которое обеспечивает перекачку углеводородов по трубам. Это приводы для запорной арматуры, а также регулирующие и антипомпажные клапаны. В ближайшее время на Темзи будет запущено новое производство, в которое холдинг инвестировал полтора миллиарда рублей. Оно будет предназначено для магистрального газопровода «Сила Сибири» – крупнейшего экспортного проекта в стране. Обоюдная выгода, что от 12 до 36% по разным видам продукции «Газпром» дешевле покупает и намного качественнее. Ну и, естественно, это и капитализация наших предприятий, и уверенный взгляд в будущем. Потому что попасть в поставщики мировой компании, мирового бренда «Газпром», конечно, это очень важно. Это не на год, не на два, и даже не на пять лет – это надолго. Сегодня с газовиками сотрудничают 10 томских компаний и научных центров. Помимо «Микрана» и «Темза» это томская электронная компания, «Сибкабель», «Монотом», «Элиси», «Элкомплюс» и другие. Предприятия включены в так называемую «дорожную карту». Это специальная программа, утвержденная главой региона Сергеем Жвачкиным и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в 2013 году. Проект сотрудничества в области импортозамещения стал первым в стране. Тогда о замене зарубежной продукции отечественными аналогами еще никто не говорил. Результаты сотрудничества налицо. За четыре года «Темичи» поставили холдингу оборудование на 12 миллиардов рублей. И это только начало, уверены стороны. Сегодня на выставке было представлено много видов продукции. Те, которые предлагаются «Газпромом» в рамках не существующей дорожной карты, а в рамках уже теперь дополнения к дорожной карте. Значит, это новые виды продукции, которые мы сейчас должны изучить, посмотреть. Томская область в очередной раз демонстрирует плюсы тандема промышленников, ученых и крупных корпораций. В результате такого сотрудничества местные предприятия получают возможность в кратчайшие сроки приступать к серийному производству нового оборудования. А крупным заказчикам ликвидировать технологическую зависимость от импорта. Мы создали систему, которую, помните, мы с вами говорили, что наша главная задача – это соединить мосты. Мосты между спросом и предложением, между нашей наукоемкой продукцией, между нашими передовыми производствами и теми предприятиями, которые потребляют эту продукцию. Вот у нас это получилось. Я бы сказал, знаете, это как локомотив было и сегодня является «Газпром». А сегодня вагончики эти добавляются, добавляются, добавляются. Мы работаем уже с многими компаниями. Сейчас руководство компании «Газпром» и администрация Томской области готовят дополнительное соглашение по сотрудничеству. Расширенная дорожная карта будет подписана в августе в Томске во время приезда главы крупнейшего российского газового холдинга Алексея Миллера.